Я правильно угадал, что Михаил, да, имя? Правильно, правильно. Я правильно понял, что вы хотите поделиться, в общем, историей, которая, видимо, уже, в общем, давно закончилась, да, я так понимаю? Да, да, давно закончилась, где-то лет 8 назад уже. Давайте попробуем. Раз уж так получилось, что я, ну, один из тех, кто начал, скажем так, расчесывать эту тему, ну, я не единственный, на самом деле, просто так как-то уж пошло. Я думал, что, может быть, соберется группа людей, но пока вот вроде были желающие, но так вот, чтобы прямо выйти на контакт, в общем, пока видим люди в раздумьях, надо, не надо, если надо, то как, так что предлагаю поговорить вдвоем. Расскажите. Я правильно понимаю, что ваша история вся происходила в США? Ну, и в США, и в России потом, но, да, как-то на две страны это разделилось. В одно время. А довелось посмотреть вот то, что я последнее делал записи с специалистом, с Агатой? Да, я с самого начала, я с самого первого каста смотрел, и первый, и второй, да. Ну, тогда вам, собственно, я так понимаю, что вы, наверное, уже владеете и терминами, да, которые вот там и Агата упоминала, и, собственно, Ричард Гарднер. Да, да, я давно этим занимаюсь, как бы. А я правильно понимаю, если я предположу, что вы довольно свободно на английском общаетесь? Да, да, да. А вам доводилось читать книги, вот, ну, в оригинале на английском языке, там, либо Гарднера, либо кого-то из его последователей? Нет, я особо не люблю читать. В принципе, я в основном аудио воспринимаю и в основном смотрю лекции, слушаю их. Ну, вот из того, когда эта ситуация вся случилась, я начал это все изучать в основном в плане лекций и Ютуба. Просто так информацию воспринимаю легче. Ну, из ныне живущих, насколько я знаю, вот, быстро, кто в голову приходит, Ричард Воршак. И он, по-моему, есть в Ютубе некоторое количество на английском языке, естественно. Нет, не встречался с ним, не встречался. Ну, окей, давайте про историю, так сказать. Как все было и чем в итоге закончилось? Достаточно такая большая Санта-Барбара, которая длилась очень много лет. В общем, родилось два сына у меня, то есть уже очень давно, первый в 2006 году. В общем, и, ну, достаточно все нормально было поначалу, пока он еще маленький был. То есть в основном никаких проблем нету, не было. Потом родился второй через два года. Потом вот эта вся фурга началась. Ну, вот как раз началось это отчуждение, про которое вы обсуждали все время. Потом, в принципе, все переросло в достаточно серьезную агрессию, психоз, я не знаю. Мне кажется, что это не было пост-partum depression, который случается у многих женщин, которая может длиться несколько лет подряд. Там было полное отрицание моего участия. То есть случилось все это я и дети. И ты как бы обособленный элемент, который, в принципе, не нужен в воспитании ребенка. К тому времени старший уже подрос немножко и начал показывать тенденции к такому пацанскому поведению, я бы сказал. То есть там боевые искусства, комиксы. То есть ему нравилось такое, то есть бегать, прыгать очень физически был направленный ребенок. Ну, и на этом мы с ним сошлись как бы, потому что я сам всю жизнь занимаюсь тоже боевыми искусствами, люблю там природу, все эти мужские занятия, охоту. И как-то мы на этом с ним спелись. Он постоянно ко мне тянулся. И у нее на этой почве случилась какая-то, возможно, зависть, возможно, еще что-то. Она начала просто чисто агрессивно забирать. Нет, ты ребенка, нет, ты это можешь с ним делать, это развивает в нем агрессию. Как бы вот этот женский взгляд на токсичную маскулинность, да? Не знаю, как это по-русски правильно говорю. Токсик на скиллинзе. Ну, сейчас кто смотрит современные ролики, я думаю, все знают, о чем идет речь. А просто для пояснения, речь идет о женщине, которая родилась в России, или это гражданка США? Нет, 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 она, ну, из Украины фактически тоже сама. И все это началось еще в браке, то есть это не о разводе? Нет, мы не были женаты, не были в браке. То есть я к тому моменту, может быть, я еще не изучал миктау и не знал, что такое мужское движение. Ну, хотя бы настолько глубоко я понимал, или неглубоко, что брак и все это, ну, это не нужно. Как бы ей это было нужно, да, но, возможно, это еще сыграло роль. Я не уверен. Ну, и вот началась вот эта агрессия, то есть все, не трогай моих детей. Это не наши дети, это не мои дети, это ее дети. Просто, ну, да истерик, да слез, то есть нет, все, я забираю детей, не трогай, ничего с ними не делай, ты вообще никто, и все это, неправильно воспитываешь детей. Ну, и к тому времени, когда они еще были маленькими, она пару раз ездила туда, как я и говорила раньше, к бабушкам, дедушкам. Ну, возвращалась как бы все это, все равно наша семья, все дела, да. И когда у нее прям вот это началось серьезное, серьезное отвержение, то все, как бы ты ни нужен, я воспитываю детей по-своему. Как сейчас, мне кажется, это была запущена какая-то программа, которая была внедрена в нее еще в детстве, я не знаю, какое-то понимание, что если, допустим, у меня рождаются дети, то все. То есть мужчины не участвуют, ходят на работу, и этим занимаются женщины. Где-то, ну, не знаю, может быть, на третий-четвертый раз вот этой поездки туда к бабушкам, дедушкам. Они там что-то спелись, как бы на этой почве, с моей матерью, со своей матерью. Ну, и как бы это мне не было сказано, ну, решили так, наверное, что, в общем, она уезжает, остается там, со мной не общается, все, я не выдерживаю. Потом схожу с ума, приезжаю туда, и все живут вместе. То есть вот это русское, как бы, мне кажется, понимание, что все вот живут через двор друг с другом, и общаются, и ходят, и воспитывают вместе детей. Вот это все семейное. Ну, как я был воспитан, то есть это достаточно сильно сопоставляется с тем, что, допустим, могла бы думать моя мать или ее мать, и как они вообще представляют, что такое семья. Вот, ну, и таким образом, как бы, это длилось, ну, и прекратило общаться вообще, как бы, все, я не возвращаюсь, отставь меня, мы тут все хорошо живем, в этом курятнике, воспитываем детей, как бы, нам никто не нужен. Мы вот втроем там сидели где-то полтора года, пока я не приехал туда первый раз. Интересно. Ну, получается, по крайней мере, так, как вот Гарднер сам термин свой объяснял, получается, ваш случай не совсем подходит. Он говорил, что это происходит именно в ситуации развода, то есть около разводного спора, непосредственно предшествует во время и после. А у вас, я даже не знаю, то есть она переехала, уехала из США, да, вернулась к себе? Да, да. А дети не были записаны, не было возможности их просто, ну, физически, юридическими средствами остановить на границе, их просто так выпустили и все? Ну, да, их просто выпустили, но я же этому еще и способствовал, потому что я не знал, что это случится. Я-то думал, что она едет туда и потом возвращается. А дети не граждане США? Да, граждане США и граждане России, то есть я это сделал еще очень давно, когда они еще родились, двойное гражданство. Ну, мне кажется, что это, в принципе, подходит, если, допустим, даже если развод, если мы не состояли в браке, то это, в принципе, бумажка, как бы, развод бы все равно случился, если бы мы были в браке, она бы все равно подала на развод. Ну, судя по тому, что вы вот рассказали, я, опять же, ни разу не специалист, ни психолог, ни психиатр, но ощущение, что речь идет про какое-то, ну, расстройство, пусть небольшое. Нет, это абсолютно было расстройство, это просто был невменяемый человек, с которым невозможно было общаться. И когда я туда приехал через полтора года, то же самое было, все, не подходи, там, квартиру в дверь не пускаю. Ну, и, в принципе, моя мать и ее мать, то же самое, полное отрицание. Причем, ну, там реально какое-то психическое расстройство у всех случилось, потому что, когда дети еще были маленькие, даже моя мать не говорила, что я вообще заберу у вас детей, у обоих. И они забудут про вас и начнут меня мамой называть. Там настолько сильный материнский инстинкт у обоих, крыша съехала на эту почту, что просто был ужас. Ну, да, да, вы правы, абсолютно невменяемый человек был. В принципе, из этого состояния она вышла потом, через несколько лет. Ну, там уже абсолютно ничем помочь нельзя было. Ну, вот про конкуренцию с собственной дочерью, это, по-моему, Агата даже говорила прямым текстом об этом на разговоре. Ну, это моя мать, это не ее мать на самом деле. Я понял, да. Это вот когда мать мужчины делает все, чтобы насолить и разрушить семью собственного сына, в моем понимании, не знаю, это не вкладывается ни в какие рамки, ни в человечность, ни здравого смысла. Если довелось посмотреть записи с участием господина Кири Линды, нет вот ощущения, ну, особенно задним числом, сейчас когда время прошло, наверное, можно так оценить в целом поведение. Вот он описывал такое как бы субъективное ощущение, что у женщин определенного, ну, которые ведут себя таким образом, не очень рациональным, что у них, во-первых, в прошлом какая-то травма наличествует психологического характера там с детством связанная, и, во-вторых, что они как бы ребенком пытаются заполнить некую, ну, пустоту, что ли, в душе заткнуть. То есть таким образом какое-то свое болевое переживание притупить, что ли, там, или устранить, или внимание переключить. Там было что-то в истории такое, что объясняет вот это вот? Насколько я знаю, нет, нет, скорее всего, это не было, это в моем понимании сейчас это вот был вот этот материнский инстинкт, программа, когда все, ну, вот ребенок рождается, и там просто ничего, вот я сижу в этом гнезде, и у меня все по барабану, то есть, то есть вот это вынашивание ребенка, да, когда животное рожает, да, вот оно там 24 часа в дне просто лежит, ну, на дню лежит в этом гнезде и воспитывает его ребенка, и защищает его, и агрессия полная ко всему. Я не знаю, мне сложно сказать, к психологу мы не ходили, как вы говорите, не разбирались, но вот мое впечатление такое. А никакого прояснения сознания не наступило у всех участников, там, у вашей матери, у ее родственников, у нее самой? Ну, наступило, наступило через некоторое время. Почему? Я всегда и говорил, что нельзя этого делать, как бы бабушки, дедушки, это одно, но они не будут делать, не будут воспитывать детей в интересах детей, они хотят себе игрушку для развлечения, как это обычно, чтобы заполнить свою жизнь чем-то, то есть у них, в принципе, интереса нет к этому, они просто хотят сделать свою жизнь интересной в интересах детей. Лучше этого не делать, лучше воспитывать детей здесь, ну, это как бы любой травомыслящий человек, в моем понимании, не сделал бы такого, не уехал бы из Америки, просто чтобы развлекаться там с бабушками и дедушками, потому что у детей будет жизнь какая-то, должна быть жизнь, воспитание и образование. Ну, в России, к сожалению, ну, в моем понимании. Стандарты и качество совершенно другое. Вот, ну, и зная свою мать, то есть как она меня воспитала, то есть постоянное чувство вины, то есть вот это все женское, вот этот женский ужас, разложение личности, то есть то, что она делала со мной, я уверен, что она наверняка бы начала делать это с моими сыновьями, чего я очень не хотел, но она как бы не верила, то есть все, там, дети, бабушки, дедушки, это же хорошо, это же так приятно, это же так надо, вот, потому что все так делают, это вот культурная норма. Пытался это объяснить, что для них, они вырастут, в принципе, достаточно поврежденными в такой ситуации, но ничего этого не доходило к тому моменту через несколько лет, когда уже все это начало проходить в нее. То есть она начала понимать, что она, в принципе, для них и для своей матери, и для ее матери, в смысле для моей матери и для ее матери, она, в принципе, как развлечение, внуки, то есть они начнут ее давить, то есть они не дадут ей быть полноценной матери, они начнут становиться матриархами над ней по культурным каким-то нормам и начнут там ей рассказывать, как жить и все такое, и к тому же меня нету там, да, то есть она как бы одна с детьми, то есть у нее собственной жизни тоже точно не будет, и после того, как я стоял на своем и остался здесь, как бы не поехал туда присмыкаться перед ними, в принципе, да, она все это поняла уже к концу, и совершенно другой разговор начался, что я не могу уже вернуться, давай ты, вот эта манипуляция, которую они задумали с самого начала, она не сработала, то есть уже пришлось как бы это выговаривать словами мне, то есть ты уже приезжай, там все, здесь все равно семья какая-то должна быть, и понимание это должно быть, в смысле случилось это понимание у нее, но я сказал как бы нет, извините, вы же, вы сами как-то разбираетесь. А как, собственно, сейчас дети сами, во-первых, общаются ли вообще, и как общаются с вами? Нет, не общаются, к тому, вот, как бы мне не давали с ними общаться, то есть когда я туда приезжал, там была полная изоляция меня, точно так же, как здесь, то есть на агрессии, все такое, ну я как бы уехал, и в принципе она не пыталась общаться, ну вот до того момента, когда она все это поняла, я сказала, нет, давай там приезжай все равно, потому что, ну она остается как бы одна, и живя с моей матерью, со своей матерью, то есть для нее это тоже ситуация уже была неприемлема, потому что, видно, ну начала понимать, что это все равно ей как бы нужен мужчина, и там на каком-то хотя бы уровне отец детям, ну и как бы я сказал, нет, извините, вы как бы не совсем применяемые люди, ну немножко там, я не знаю, сколько, полгода она посидела там в этой ситуации, а да, с детьми она как бы не давала мне общаться, ничего даже не рассказывала, когда мы общались, про детей, что они там делают, что происходит, то есть вообще никакого контакта. Потом, через несколько лет, я узнал, что, ну тоже как бы через третий, через дальних родственников, что она там кого-то нашла, и в общем-то нового отца детям, куда-то они там собрались и уехали, ну вот такая глупая ситуация, как бы, ну и до сих пор я не знаю, где они, я не знаю, почему они, и с кем они, и вообще где они живут, как бы это уже 8 лет назад было, когда они уехали, и до сих пор, ну и моя мать молчит, и все тишина. Да, а сколько сейчас им возраста, соответственно, обоим ребятам? Ну, ну, с 2006-го, первое, это сколько, 12 и 10. Это большие. Ну да, да, ну и вот это признание, вот этой манипуляции, ну как бы с матерью я со своей общаюсь, не часто, но когда она тоже ничего не говорит, молчит, и это все как-то вот, не знаю, сложно на русский переводить иногда, под, ну, под планкой, то есть, как бы, поверхностное общение есть, ну, чтобы что-то вот эту ситуацию как-то обсудить или сказать, и что-то все молчат. Да, ну, такая неприятная история. Даже не знаю, тут, наверное, чтобы что-то посоветовать, нужно, наверное, идти к специалисту какому-то, типа там, не знаю, психотерапевту или даже психиатру вообще, что здесь. Да, 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 ну там, я думаю, что какие-то были физические, физический гормональный дисбаланс или еще что-то, или психический, или ментальный, вот это сломленное, просто, я не знаю, в последнем касте там еще люди как-то общаются через адвокатов, как-то еще пытаются, то есть, ребенка этого вывести, встретиться, то есть, ну, они, может быть, еще живут где-то в одном городе или в местности, да, это еще как-то легче, но в моем случае думал я как-то обратиться к адвокатам и все, не знаю, не полиция, но, может быть, каких-то, да, адвокатов нанять, чтобы как-то вернуть этих детей, но это уже бы получилось две стороны. То есть, понимаете, да, что было бы очень сложно, американские власти, русские власти, то есть, вот это было бы очень дорогостоящий процесс и очень сложный, потому что они как бы являются гражданами и тут, и там, и государство с одной стороны бы начало. Нет, это наши дети, то есть, ну, понимаете, да, что это был бы процесс, который, наверное, ну, очень сложный. Суду не вовлечь, то есть, ну, как это сделать, я не знаю, я вот до сих пор даже не представляю, как это сделать. Ну, с судом, тем более с международным, это, наверное, отдельно еще надо там искать специалистов, чтобы просто даже проконсультироваться, что вообще может быть сделано, какие там конвенции существуют на эту тему. Вот именно, да, то есть. Честно говоря, вот из того, что я сейчас услышал, вот что мне в голову пришло бы, ну, это на основе личного опыта, чтобы я попробовал сделать, это не гарантирует ничего, но я думаю, что шанс был бы, 10-12 лет, это большие. Я бы, честно говоря, попробовал, прям не приезжая, вот удаленно, нанять местных частного детектива. Ага. Я не думаю, что их прям сложно найти, я думаю, что детектив найдет это в течение недели, может, быстрее. И вручить им написанное, рукописанное обязательно, то есть прислать человеку написать две открытки с, там, не знаю, с поздравлениями, с чем-то еще, в общем, где должно в каком-то виде содержаться там, что типа, там, ребят, у вас вообще-то есть папа, и он вас очень давно сильно любит, вот он живет там-то, там-то, и, в общем, если вы захотите, то мы можем легко общаться. Какой-то контакт указать, который они смогут теоретически, и просто сделать так, чтобы они получили гарантированно эти открытки в руки. Вот я бы попробовал такое сделать. Какая будет реакция, я не могу предсказать, не знаю. Что-то бы из этого могло выйти, наверное. Надо подумать над текстом, тут нужно очень тщательно продумать текст, может быть, даже привлечь специалиста, как вот психолога, что там стоит писать, чего не стоит писать. То есть без давления, там, без всякой жалости, без ничего, просто как бы показать, что, во-первых, информацию донести, что человек есть, он о вас думает, он вас там любит, ждет, там, и, в общем, в случае чего готов принять, грубо говоря. А во-вторых, что информация раз, и... Ну, 10-12 лет, я думаю, что они еще очень серьезно контролируемы своей матерью и, возможно, новым отцом, и что там обо мне рассказывается. Нет, это само собой, я не предлагаю, я не про то, что вы им дома вручали, нет, я про то, что их нужно отловить, не знаю, там, путившись с школы, там, домой, в школе, ну, где-нибудь. То есть нужно просто отдать им в руки, там, убедиться, что там, ты такой-то, такой-то, у меня для тебя есть нечто. Просто открытку, и все. Ну, мне кажется, что они должны немножко еще подрасти и сами на этот шаг пойти. Потому что все-таки 10-12 лет, там, все равно еще тот тотальный контроль родителей, и это может еще сильнее возобновить эту агрессию и отрицание, и желание спрятать их, и это может... Нет, оно, конечно, может, оно может, безусловно, но я бы, честно говоря, и повторил это снова, например, там, через год, через полгода еще раз, и еще раз, и еще раз. Если они, там, вдруг сменят место жительства, еще раз найти. Я не думаю, что, ну, обычный человек, куда он денется? Тем более, они же официально записаны, да, то есть вы у них числитесь отцом во всех документах, да? Конечно. Ну, тогда, я думаю, что даже по официальным каналам их могут найти, просто вот, ну, разыскав это все-таки, там, во-первых, дети, раз. То есть, значит, есть подокон, есть право знать об их местонахождении. Но вопрос только, как это провести через правоохранительные органы, там, каким образом. Ну, в общем, я к тому, что частный детектив не будет, я думаю, возражать, они все равно бывшие сотрудники в основном. И, скорее всего, они будут по тем же самым базам пробивать, которые у всех обычных органов есть. Ну, возможно, возможно. Так что, думаю, что частник нашел бы, там, не знаю, в три часа, наверное, займет, если они зарегистрированы, там, все, живут давно и на одном месте. Возможно, да, я не думал об этом. Моя идея была, как бы, немножко подождать, пока они наберутся самостоятельности. И им самим это станет интересно, чтобы не форсировать это через какие-то органы, не вовлекать это все. Потому что для ребенка все-таки, ну, у него нет такого понимания, как у взрослого человека, что все это может, ну, может нанести какую-то травму, я не знаю. Ну, определенное, да, но тут, ну, как мне кажется, я не знаю, я думаю, что тут попытки навести мосты – это меньшая травма, чем то, что мы сейчас уже сделали. Зато потом, даже если эти открытки не все дойдут или там на них будет бурная реакция, во-первых, реакция сама о многом скажет, то есть просто если у ребенка эту там карточку отнимут и на его глазах взорвут в клочки, это уже само по себе будет, ну, многое значить. То есть это запомнится, как якорь. А во-вторых, это можно повторить снова и снова. И не в смысле там, я не предлагаю писать там, типа, давай сбежим со мной. Да-да-да, я понимаю, да. Не, я не про это, я просто, типа, там, что там, дорогой, там, не знаю, Вася, я тебя очень люблю, ты знаешь, что у тебя есть любящий папа родной, там, вот, на нас, так сказать. Ну, как-то найти, как-то отыскать, да, чтобы представиться, что я где-то есть. Но я понимаю, да, что, в принципе, здравая идея. Ну, опять же, тут, наверное, поскольку вопрос тонкий, я бы, наверное, по такому случаю проконсультировался с психотерапевтом. Да, с психотерапевтом, да. Да, да, неплохая идея, в принципе, можно, да. Ну, я не знаю, я пытался там, я не знаю даже, я не знаю, в каком возрасте дети начинают, но, в принципе, в 12 лет есть уже и социал-медиа, и все такое. Как бы, я лично по ним ничего не нахожу, ни в интернете, нигде. Как бы, вовлечение. Само собой, да. Да, то есть они достаточно так, наверное, предполагают, что это может случиться, и прячутся достаточно умело. Хотя, зачем, я не знаю. Ну, то, что я приеду, начну драму делать, я драму эту никогда не делал. Нет, зачем, я думаю, если там действительно есть какое-то расстройство у человека личности, то тут, по-моему, бесполезно понимать, зачем это только в его вселенной можно, только врач, разобрав ситуацию, может помнить, зачем. Фактус, что делает, делает, ну, а дальше. Да, ну. Кстати говоря, альтернативный вариант, если вот, например, это можно и параллельно применить, и раздельно, если бы нашлось место, где они проживают, можно было бы какую-нибудь публичную рекламу дать, ну, там, в разумных пределах, не знаю, постер, который они более-менее гарантированно увидят, какая-нибудь маленькая аудио- или видеореклама, вот такое, как вариант. Ну, возможно, да, мне просто, да, да, я слышал, я слышал вот эти касты ваши, то есть вот это отрицание мужчины, как бы оно меня, ну, близко задело, и зачастую это случается абсолютно необоснованно, и непонятно для мужчины, почему так случается, ну, срезонировало как-то близко. Я понимаю, да, к сожалению. У меня, у меня есть ситуация другая в этом смысле, вот, ну, вот, там, у меня три года заняла такая вот чернота, ну, во-первых, было достаточно близко, во-первых, то есть я знал, где физически находятся, а во-вторых, открытки я мог самолично там. Приносить, да, но не такая сложная форма, что все, там, ты не подходи, тебя не существует, то есть полностью как будто человека стирают с лица земли, то есть там какая-то хоть какая-то адекватность была, да? Насколько я понимаю. Да, ну, там, собственно, и не с мамой главная проблема была, а с ее родителями, скорее всего. Да, да, ну, вот это вовлечение родителей, опять же, да, 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 это есть такое, и вот, насколько бы я не пытался уехать далеко и спрятаться от всего этого, это случилось. Хотя, в принципе, если бы, наверное, я думаю, что проявил более сильную жесткость, изолировать, ну, тоже нельзя, как бы, так контролировать, если человеку хочется. В принципе, я решил, что, ну, да, почему бы нет, как бы, если сказать, что нет жестко, что, в принципе, это могло бы привести, опять же, с другой стороны, к отрицанию. То есть, если у нее собственного понимания нет, что эти люди не должны, в принципе, быть вовлечены в семью, то она бы не поняла, почему я это делаю. Такая ошибка, в принципе, она случилась. Я правильно услышал, что вы из неполной семьи? Нет, я из полной семьи, из нормальной семьи, да. Из полной? Я не знаю, я не знаю, отстраняла ли она его, или это было его решение, как бы, не участвовать. Ну, в принципе, да, он, как бы, не особо был вовлечен все время, я не знаю, как бы, она это сказала ему, залезла в его голову и, как бы, сказала, я воспитываю ребенка, ты не лезь туда. Либо это было его решение, в принципе, да, как бы, воспитание. В моем случае, как бы, отец был достаточно отдален от этих всех дел. А у супруги у нее было даже что-то подобное? Да, ну, в принципе, точно такое же, да, да. То есть, она там с матерью, все дела, мамочка, мамочка, и отец, как бы, там, на стороне занимается своими делами. Да, я говорю, что это культурно, вот, в принципе, обустройство семьи у всех этих женщин, у трех, да, и у нее, и у матери, и у моей матери, вот это понимание, что мужчина не участвует. Мужчина там где-то на завалках, там, ходит на работу, приходит домой, спит, уходит, и они там всем занимаются. В принципе, у них вот это, на это совпадало. Если бы нас кто-нибудь учил на такие вещи смотреть вовремя. Да, да, вот в этом-то весь вопрос, что я, как бы, уже к тому времени начал это понимать и хотел детей огородить от этого. Как-то не получилось в силу, возможно, мягкости или человечности, или доброты, или еще чего-то. Как-то надо было пожестче в этом плане, стоять на своем и стоять на более разумном обустройстве семьи, а не вот этом женском воспитании детей и понимании, что мужчина представляет из себя в семье. Насколько это важно, особенно для мальчиков, иметь отца и заниматься как бы мужскими делами, а не женскими. Да, сейчас главное, что у них творится информации никакой вообще, то есть что там происходит, как оно происходит. Почему оно происходит, да, я, ну, как бы, вообще, уже восемь лет никакого контакта, незнания, да. Да, вот такие ситуации бывают. Ну, если бы я там жил, я думаю, что это было бы намного легче. Нет, тоже, с одной стороны, в принципе, я бы мог уехать, оставив Америку и все свои цели жизни. Но, опять же, как я и говорил, я бы попал в эту ситуацию, когда там я опять бы стал человеком третьего класса и оставил бы это, и там непонятно, на каком статусе был, и все равно бы это, как бы, мне не помогло, мне кажется. Вот, возможно, бы я видел детей как-то, потому что это было, я бы смог это решить через русские власти или через русские суды. Но факт того, что они бы не уехали, не собрались, и все это бы там как-то нормально было, то есть тоже не факт. То есть решение вот с моей стороны было такое, не знаю, не хотел я вовлекать себя в эти все тяжбы, потому что к тому времени я уже не жил там достаточно долгое время. Собственности у меня там не было, работы там у меня и бы не было. То есть, опять же, биться там и где-то жить, мне было бы очень сложно. Нет, это я понимаю, и, собственно, я не за то, чтобы рвать детей, скорее наоборот, я вот тоже за подход, как суд Соломона. Если уж ничего сделать нельзя, то не рвать же надо. Ну да, да, что-то одно нужно выбрать, и, ну не знаю, после прошествия вот этой всей злости, вот этого всего негатива, эмоциональности, в принципе, на данном этапе у меня уже какое-то спокойствие есть в этом отношении, как бы понимание, что, ну, если вырастут, захотят искать или на какой-то контакт выходить, то, ну, выйдут, если нет, то нет. То есть всякие ситуации бывают. Вот, во всяком случае, нести эту ношу, ну, достаточно тяжело, как бы, нужно оставить это на каком-то этапе, как мне кажется. Ну, я, опять же, я бы предложил все-таки, как бы, их пинговать каким-то образом, попробовать хотя бы вот там с помощью тех же открыток, с тем, чтобы когда им исполнится, например, и будет им по 18 лет. Ну, да, по 16-18, я думаю, где-то так, да. Ну, я к тому, что если у них будет более-менее доподлинное, чтобы они не сомневались в том, что действительно есть человек, который их там ждет и искал, то, возможно, они под доброй волей просто переедут в другую страну. Ну, знаете, Сергей, я думаю, что дети мои не идиоты, как бы, они, в принципе, наверное, что-то где-то, может быть, даже на каком-то генетическом уровне, если получили, то я думаю, что, будучи гражданами Америки, они все-таки, как бы, задумаются об этом рано или поздно. Ну, что ж-то, да, в общем, пожелаю, чтобы в будущем, ну, с одной стороны, конечно, очень печально, что все это происходит и что это может происходить, но с другой стороны, не думаю, что это прям совсем полностью потерянная ситуация, тут может много чего произойти, но, правда, и хорошего, и плохого может произойти. Я думаю, что, в общем, есть на что надеяться, есть чего, так сказать, куда смотреть вперед. Ну, да, да, просто нужно, как бы, это, да. Ну, для себя, да, я решил, что я отпущу это, не буду ни детей, ни ее, как бы, вот, ну, если хотят так делать, пусть так делают. Как бы, я могу подождать. Все равно они, как бы, пацаны, они задумаются об этом рано или поздно. Возможно, и прозрятся, и начнут понимать, что представляет их мать, то есть, ну, все равно, я думаю, что какое-то критическое мышление у них есть, и рано или поздно они начнут осознавать, что этот человек не совсем вменяем, и, как бы, возможно, начнут искать начало своего происхождения. Ну, это, как бы, ну, в плане надежды у меня это есть. Возможно, их настолько эндокринируют и пишут им в голову, что, как бы, не нужно этого делать. Хотя, ну, я не думаю, что это так произойдет. Ну, что ж, я не знаю, конечно, там, это, наверное, займет много лет еще. Ну, конечно, да, это, наверное... Если вдруг так случится, и мы все еще будем, там, доступны друг для друга в интернете, было бы любопытно услышать обновление. Конечно, конечно, если это случится, да, с частными детективами, я, в принципе, наверное, смогу поговорить, узнать об этом в плане вашего совета. Да наверняка, я говорю, я бы сейчас прямо в интернете нашел какой-нибудь там средней руки агентства, объяснил ситуацию, и я не думаю, что, ну, может, не первые, там, вторые или третьи, я думаю, согласятся проделать такое. Да-да-да, я думаю, что, ну, конечно, согласятся. В конце концов, можно, например, поиски возложить на них, а вручение, ну, не знаю, просто нанять человека, не знаю, который это сделает. Да-да-да, в зависимости, где они находятся, я думаю, что все это можно сделать. Ладно, спасибо за историю. Пожалуйста. Спасибо, что поделились. Да, пожалуйста, конечно. Будем собирать. Я думаю, что я заведу отдельную рубрику, что-нибудь типа по истории. По истории. По истории, да. Да, да, ну, и тем, наверное, надеюсь, что тем, кто слушает, это будет полезно узнать, что если там женщина им рассказывает, что все будет замечательно, что она вся вовлечена в тебя, и дети – это замечательно, все у нас будет хорошо, и все эти сказки, семья, что если мужчина на это падает, в принципе, ну, по каким-то причинам решается везти ребенка, либо случайно, либо разумно это делает, что все, в принципе, может очень сильно и быстро измениться, потому что мужчина – это не женщина, и женщина – это не мужчина, что у них, в принципе, может все очень-очень быстро измениться. Сколько здесь я общался с женщинами, у которых есть дети, по работе, просто так, так, что, в принципе, это случается сплошь и рядом. После рождения ребенка все, мужчина отправляется в сторону куда-то, то есть как бы он не нужен, что у некоторых этот период, некоторые мужчины этот период проходят и согласны, но это тоже зависит от адекватности женщины, насколько сложна эта ситуация, насколько сильно она отвергает эту мужчину. Но, может быть, ну, как бы некоторые задумаются об этом в будущем, что их ждет что-то другое, а не то, что они представляли себе, когда они заводили этих детей. Ну, я в свою очередь очень надеюсь, что, среди прочего, вот, когда мужчины это слушают, что, ну, многие из нас, там, ну, таких уже вроде взрослых людей, но у них все еще довольно сложные внутренние именно отношения со своими родителями, там, ну, в частности, с отцами. Например, некоторые могут вполне искренне считать, что, ну, вот, отец был такой отсутствующей фигурой. И это он по личной инициативе делал, вот, типа, просто ему было неинтересно, он самоустранился и, в общем, исчез из жизни и так далее. Неважно, даже в разводе или не в разводе. А по мере приобретения жизненного опыта, в том числе вот таких историй типа вашей, да, может наступить некоторая переоценка. То есть, может, я не так понимал то, что происходило, тут начинаются такие некоторые открытия про собственное детство. Про собственное детство, да, и что на самом деле происходит. И самое, что печальное, никто об этом не будет говорить, и никто об этом не будет делиться. Почему-то, я не знаю, по каким причинам все молчат об этом. Я с родными мужчинами, может быть, они не могут признавать свое подкаблучничество или зависимость от женщины, я не знаю. Это очень сложно сказать, но я согласен с вами, я абсолютно согласен, что эта ситуация видится намного по-другому с годами. И что там подводных течений и женских манипуляций будет очень много, и все зависит от степени зависимости этого мужчины от женщины, насколько он готов терпеть это. И ради, я не знаю чего, ради социального одобрения, ради, я не знаю, опять же, какие-то индивидуальные случаи, но... Да, кто-то может просто искренне считать, что это норма, и так должно быть. Ну вот так человек воспитывает. Да, 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 да. Типа, а как еще? Вот так оно должно быть, так? Да. Тебе не нравится, но это просто терпеть и все. Кто-то может просто таким образом, ну, скажем так, жена показывает, что она этого хочет, но раз ты хочешь, ладно, мне это тяжело, но я тебе это дам, бери. Тоже вариант. То есть просто, ну, вот ты просишь, бери. Да, 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 готовы отойти в сторону и терять детей. Да, да, все это печально, да. Да, это женское, ну, как-то проникает в мужчину, которые были воспитаны под женщину, еще как-то, и воспринимают это как норму. К сожалению, да. Да, занимаетесь вы благим делом, на самом деле, в плане просвещения мужчин. В моем поколении, во всяком случае, где я рос и в каком обществе я рос, доминантность женщины, она была достаточно сильная, и таких сильных, независимых мужчин, которые могли бы вести свои линии, я как бы не видел. То есть это все было сделано под женщиной. То есть она контролировала и воспитание, и культурное образование, и все это. То есть, ну, не знаю, может быть, это конец Советского Союза был, и все там было так принято, я не знаю. То, что я видел, да. Ну, я так в заключение частное мнение скажу. Я вот, например, люди разные бывают. Есть люди, которые считают, что достаточно сильный мужчина, ну, то, что в кавычках я сейчас назову, да, патриарх, он может как бы взять, скажем так, женщину в оборот и как бы выстроить ее в нужную ему линию, как он считает правильно. Ну, я вот, честно, сам в этот подход не очень верю. Я думаю, что, ну, в нашем мире, тем более, два независимых человека, чтобы один другого прямо вот выстраивал как подчиненного, ну, мне кажется, если это и сработает, это будет как-то криво все. Я все-таки за то, чтобы женщина тоже понимала вот этот вот механизм, что она делает, и осознанно работала в одном направлении. То есть чтобы это не было так, что один понимает, куда они едут, а второй нет. Все-таки чтобы это была такая парная работа. Ну, это, конечно, ничта. Я не знаю, что делать. Я согласен с вами. Я согласен, да, но это нужно делать тогда более осознанный выбор в плане женщины. И это очень сложно сделать, особенно в раннем возрасте, из гормональных угаров и влюбленности всего этого. Потому что, как говорится, любовь слепа, да? Сделать разумный выбор можно только после определенного возраста, если, конечно, ты не был воспитан правильно, и у тебя включены мозги, и ты все понимаешь, что ты делаешь. К сожалению, это все иногда случается спонтанно и по каким-то причинам, когда твои мозги не особо качественно работают. Ну, да, 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 я согласен с вами во всем. Ну, что ж, мечтать нам не запрещено. Ну, и в меру того немного, что можно делать вот сейчас, ну, вот примерно этим. Да, нужно делать, да, уже, да, уже все сделано, и как-то можно это расруливать. Ну, и вам спасибо, что помогаете подобными историями. Я думаю, что кто-то из этого что-то для себя полезное извлечет. Спасибо. Надеюсь. Пожалуйста. Счастливо. Удачи. До свидания.